Лёха Лёха Их, как и Лёху на щеке, любили потрогать. Это были их детские сокровища, которые, как магнит, притягивали взрослые руки. Доварит Москва! От советского гимна-регионов! Когда началась война, Лёху исполнился перед прессом. Он скакал по квартире, размахивая саблей, целился из окна из воображаемого пулемёта и не понимал, отчего мама так плачет, провожая папу на войну. Ведь это же так интересно, воевать! Думал он. Бу-бу-бу-бу-бу! Первое время кричала Иришка, довольно восторженно, когда немцы побили Ленинград. Вскоре Иришка перестала так весело кричать. Все дети вообще быстро взрослели. Ничего, Лёха, выдержит. Поведит ничего, прожигал как-нибудь. Твёрдо сквозь слёзы шептала Лёхина мама. Лёха быстро понял, что чему. То есть, что хлеба пустить не надо, если не хочешь отрочить маму. А вот Иришка долго, нюдно и жалобно плакала, попрашивая, что они с бабушкой. Ничего, Лёха, выдержит. Победит наш папа фашистов. Весна наступит, ручители побегут, и всё будет как раньше. Но это продлилось долгих-долгих. Девятьсот дней и девятьсот ночей. И больше никто не говорил. У Лёхи большие щёки. Лёхи на щёки впали, а лицо заострилось и повреднело. Однажды утром, Иришка не проснулась. Мама понесла Иришку на улицу, на санке. Лёха сразу всё угодит. Ничего, Лёха, победит наш папа фашистов. Птички запоёт, весна наступит, и всё будет как раньше. Иногда Лёха, сквозь тяжёлую дремоту, слышал, как мало наклонившись над ним, тихо шутала, мечтала. Только живи, Лёха, милый, дыши, живи. Потерпи, мальчик, бой сладкий. Папа вернётся с войны, тепло будет, сытно. Отец отыскал с сыном дедома. Но, не внувшись, сказал, «Ну, здравствуй, Лёха, большие щёки!» Правда, у Лёхи ещё теперь и в помине не было. Одни острые скулы. Прошло уже много лет, а Лёха, вернее, отец Артемий, раз в неделю выбирался на Паскарёвское кладбище. Где-то здесь лежит его, 15-летняя молодая мама. Много лет назад, в остывшем блокадном Ленинграде, мамина молитва сохранила маленького сына по имени Лёха. Он будет помнить об этом спасении всю свою зимную жизнь. И благодарить Бога, и благодарить маму. Мама, милая, любимая, родная мама, спасибо тебе! Дрожащими руками положил на могилу пышную буханку. И на кресте листочек претензил. И зарыдал, отчаянно и жалко. А на бумаге через много лет слова такие, что в стреке жалоб. Родная мама, возвращай хлеб, в котором я всегда не отдавал. Аплодисменты.